Bonjour, здравствуйте! В сегодняшнем видео я расскажу вам, какие названия имеют основные цвета во французском языке, а также расскажу о том, какие же есть особенности употребления цветов в женском роде. On commence? Начинаем! Само слово «цвет» во французском языке женского рода, и звучит оно как «la couleur», но все названия цветов будут мужского рода, и если вы хотите назвать какой-либо цвет, то перед его названием нужно употребить определенный артикль мужского рода «le». Давайте посмотрим, какие названия имеют основные цвета во французском языке. То есть мы видим, что необязательно употреблять слово «кулёр». можно просто добавить перед названием цвета определенный артикль «le», и таким образом вы получите название цветов. То есть, например, «le blanc» мы переведем как «белый цвет». Если вы отвечаете на вопрос «какой ваш любимый цвет?», «quel est votre couleur préféré?» или «какой цвет вы предпочитаете?», «quel couleur préférez vous?», то вы можете ответить двумя способами. Первый – это «je préfère le blanc» – «я предпочитаю белый цвет». Или второй способ – «je préfère la couleur blanche», который тоже переводится как «я предпочитаю белый цвет». Мы видим, что во втором предложении слово «белый» поменяло свой род и стало женского рода. С чем это связано? Дело в том, что во втором предложении мы употребили слово «цвет» или «la couleur», а как мы помним, оно женского рода. В первом же предложении не использовалось слово «couleur», и поэтому мы употребляли определенный артикль «le». И в первом предложении слово «le blanc» было существительным, а во втором оно перешло из разряда существительных в прилагательное. И если вы употребляете в предложении слово «la couleur», то все цвета нужно будет согласовывать со словом «couleur» в женском роде. То есть они все станут женского рода. Давайте посмотрим, как они изменят свой род, если в предложении будет употребляться слово «цвет» или «la couleur». Итак, белый цвет звучит как «la couleur blanche», черный цвет «la couleur noir», красный цвет «la couleur rouge», желтый цвет «la couleur jaune», голубой цвет «la couleur bleu», зеленый «la couleur verte», фиолетовый «la couleur violette», розовый цвет «la couleur rose», бежевый цвет «la couleur beige», коричневый цвет «la couleur marron», ну и последний серый цвет «la couleur grise». Все цвета поменяли свой род и стали женского рода, кроме слова «marron». Коричневый. Дело в том, что слово «marron» является исключением, и оно никогда не изменяет свою форму и всегда остается мужского рода. Но почему же некоторые цвета изменяют свою форму в женском роде, как, например, «violette», а некоторые не изменяют, как, например, «rouge» или «jone». А на эти вопросы я отвечу вам в следующем видео. Кто знает ответ, может написать его в комментариях. Это была первая часть видео, посвященная цветам. В следующем видео я расскажу вам, как вы сможете сказать, что цвет светлый или темный, например, светло-серый или темно-серый, а также вы научитесь задавать вопрос, какого цвета тот или иной предмет. Ну а чтобы не пропустить выпуск новых видео, конечно же, подписывайтесь на канал «Понятный французский» и нажимайте на колокольчик. До скорой встречи! А тут а лео! Субтитры подогнал «Симон»!